Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала. Сегодня мы с вами окунемся в жестокий мир выживания в Северной Канаде. Игра, которая считается лучшей в своем жанре. Игра, которая заставит тебя прочувствовать холод, сидя дома на диване. Сможешь ли ты выжить в этих нечеловеческих условиях без еды и воды? Ты спросишь, есть ли здесь люди? Те, кто пытался выжить, замерзли. Остались только ледяные статуи. The Londark. Почувствуй себя одиноким волком, пытающийся найти способ продержаться до следующего дня. Ну а мы начинаем. Ну что ж, друзья, начинаем с вами прохождение игры под названием The Londark. Сегодня у нас с вами сюжетная линия, эпизод первый. Всего у нас открыто три эпизода. Четвертый, пятый еще у нас недоступны. Но я надеюсь, в скором времени они обновятся и появятся уже в игре. Поэтому не берем с вами испытания, не берем выживания, а проходим пока сюжетку. Что мы с вами видим? Видим с вами три режима выживания. Значит, у нас есть выживший новичок, способный выживший и матерый выживший. Так как в эту игру я уже играл довольно-таки давным-давно, поэтому выбираем с вами, естественно, самый хардкорный режим, чтобы можно было окунуться и почувствовать всю ту прелесть данной игры. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Астерин! Астерин! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДамTorzok ДимаTorzok 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 Я не слышал от вас с... Я знаю, я знаю. И я не буду здесь, если это не важно. Ну, что привезти... Я имею... Вы живете? Нет, не я. Но я должен быть человеком, кто-то. Правда. Так, ты еще не доктор? Да, я еще не доктор. Я думал, что после... Почему ты здесь? Я нужна ваша помощь. Там есть изолочная коммуникает в сентябре города Грэй Бэр. Кто-то там очень больно. Грэй Бэр? Там ничего не было там. Я знаю. Но я должен быть там. Ты еще пытался сделать мир, да? Кто-то должен. Что это должно быть? Макензи... У-у-у... У-у-у... У-у... 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 Я не пришла к ним по борту. У-у... У-у... Someone I can trust Wait, questions Astrid, are you in trouble? Are you gonna help me or not? What's in the case? See, there's that thing about no questions, remember? What's in the case, Astrid? No questions Look, the weather out there is bad Bad When it's getting worse You walk in here after years I could have been dead You could have been And then you show up And you want me to just risk my life Flying into the middle of the great northern nowhere To deliver you and some mystery metal case To some remote wilderness outpost All because you walked in here and asked me to? Yes Astrid You can't bring him back This isn't about that I know how hard it's been No You don't know, Mackenzie You don't know Anything You don't think I feel it too? Are you gonna take me or not? The longer I wait The worse it'll get Dammit I don't have time for this Wait The worse what we'll get? Why do I have a feeling You're not talking about the weather? Because I'm not Throw your bags in the plane I'll get started on pre-flight Better buckle up tight Because it's going to be a rough ride And a woman And that's why She came to us And And She said She said She said She's a nurse She's a nurse It's the She's a Our 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 My Но, тем не менее, наш герой решается ей помочь. И сейчас наша основная задача заключается в том, чтобы набрать ресурсов, которые пригодятся нам в полете. Так как мы знаем, что наш самолет потерпел крушение. Каким образом он потерпел, мы не знаем, но в начале игры нам показали, что наш персонаж оказался вообще на земле с пробитой рукой. И это немножко настораживает. Поэтому мы берем все, что можем взять. Именно полезное. Взяли мы перед этим с вами наш сигнальный пистолет. Взяли пачку травяного чая, который может нам помочь в согревании и согреть нас, если мы будем замерзать. Также взяли несколько дровишек, которые понадобятся нам для разведения огня. Понятное дело, что там их, возможно, будет много. Но, на всякий случай, чем черт не шутит. Так, собрали вещи Астрид. Теперь нам нужно как-то вылететь с этого места и уже продолжить свое путешествие. Не могу пока врубиться, что нам нужно делать. Наверное, наверное, что? Ну, тут все. Отсек пустой. Куртка наша лежит, парка. Так, что нам нужно делать? Нужно посмотреть. Ага, все понятно. Оказывается, нужно просто в грузовой отсек положить вещи Астры. Первым делом мы ложим сейф, во вторым делом мы ложим вот это и ложим с вами еще рюкзачок. Все остальное у нас не помещается. Поэтому забираем парочку и выдвигаемся. Астры. Я беру мое, тоже. Почему? Мемори, я думаю. Я думал, что вы хотели забыть. Не все. Смотри, я должен был искать тебя. Это не все. Я держался. Я двигался. Ты уверен? Потому что это все все выглядит довольно знакомо. Ты еще работаешь с теми, доктор? Что его имя? Нет. Нет, я не работаю в центре anymore. Ну, то где? Я работаю на мой own. Фреланс, ты бы сказал. Фреланс, доктор? Что-то что-то легит. Я не волнула вашу жизнь, Маккензи. Фреланс, ты бы не работал. Фреланс, ты бы не работал. Фреланс, ты бы не работал в твоем дателе. И просто драться в день. Эй, мы были хорошие времена в этом плане, и это под контролем. Я знаю, хорошо? Я не здесь, чтобы бороться, реально. Я думаю о них все время, ты знаешь? Я знаю, что ты делаешь. Но я делал. Я делал это для нас. Вы не должны, чтобы не... Нет, это важно, что ты слышишь это. Есть вещи, что я хочу сказать. Макензи, не сейчас. Просто мне скажи... Вилл, shut up for a second. Что-то не так. Это не так. Что происходит? Поверяйте. Компания электричества, что-то разрушает. Черт! Что происходит? Поверяйте, что мы идем вниз. Слышите. Поверяйте. Поверяйте. Ну... Звук жилья. Ну вот мы оказались на том самом месте. Очень большая высота. Я просто не представляю, как наш персонаж вообще выжил после такого падения. Осколки самолета разбросаны вокруг. У нас второй эпизод это крушение. И сейчас нам нужно остановить кровь с помощью повязки. Рука у нас пробита, если мы с вами помним. Поэтому все, что здесь лежит, книги, газеты, дровишки, которые мы сможем с вами унести на первое время, чтобы развести костер, нам их должно быть достаточно. Все контейнеры, которые здесь разбросаны, можно тоже осмотреть. Там может быть еда и вода, которая тоже нам нужна для нашего выживания и для нашего дальнейшего путешествия в поисках астрид. Первым делом мы собрали с вами все, что нашли. Я имею ввиду из того, что он полезен. Сейчас нам предлагают развести костер. Я думаю, это у нас труда не составит, потому что все, что мы с вами насобирали, у нас есть. Для того, чтобы развести огонь. Сейчас разводим костер и, я думаю, нужно поставить кипятить воду. Точнее, растопить сначала снег, а потом уже прокипятить. Чтобы была у нас питьевая вода. Подкинем немножко дровишек. Так, у нас где-то полтора часа есть огня. Есть пустая банка, которую мы с вами поставили на камушек. И сейчас вода. Можем только пол-литра. Ну, я думаю, все. Здесь мы заканчиваем и уже будем ложиться спать на эти еловые ветки. Вообще, в идеале, нам бы найти спальный мешок. И этим, тем самым, мы сможем уже ночевать в любой пещере. Куда-то заныкаться, развести костер, расстелить спальный мешок. В нем, как ни так, теплее. Так, есть у нас апельсиновая содовая вода. Так, и больше ничего нет. Теперь нам нужно подвигаться. Так, выберитесь из ущелья. Понятно, картонные коробки, это у нас добывание труда, который нужен для разжигания костра. И, естественно, и деревянные коробки, которые тоже можно будет спалить. Так, ну все, побежали. Я думаю, проблем у нас не будет. По прямой-то тут бежать. Наверное, склончик. Ох, склончик-то у нас опасный. Блин. А вот тут-то меня игрушка развела. Мне кажется, да? Должен знать тут каждый ход. А не тут-то было. Сюжетный режим я еще не проходил. Так. Ох, 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 ох. Мне нужно остаться. Ложиться спать. Я думаю, костер мы разводить не будем. Просто ляжем, поспим. И тем самым у нас восполнится вся энергия, которая нам нужна. Да, нет только у нас воды. Поэтому, я думаю, маленькая баночка содовая немножко утолит нашу жажду. Какие-то кости. Динозавров, что ли. Не знаю, что здесь творится. Так, первым делом, я уже понимаю, куда нам нужно было идти. Это идти по дереву. Потому что первый раз я пробежал под ним. Так. И так. Так-так-так-так-так. У нас есть отлично дровишки. Собираем. Они горят очень долго. Дают очень много тепла. Что дает нам возможность приготовить, покушать. Либо же разогреть, покушать. Воду вскипятить и прочее. Это все нужно для того, чтобы в дальнейшем у нас выжить. Так. Соберем с вами шиповник. Это тоже немаловажная вещь. Потому что, если нам нечего будет кушать, шиповник нас спасет. Так. Залазим с вами уже на вторую нашу скалу. И все выше, выше стараемся залезть. Блин. Не туда. Не туда нажал. Спускаюсь вниз. Вот, блин. Вроде бы светилось собрать. Ну, да ладно. Не в этом дело. Возможно, кстати, что вот в сюжетном режиме могут быть люди. Живые люди, которые выжили, наверное, в этих условиях. Потому что в обычной выживалке их нет. Все они замерзают. Все они, точнее, уже замерзли. Стоят как ледяные статуи. И есть только дикие животные. Это волки, медведи, зайцы. Там бегают, прыгают олени, лоси, косули. Короче, вся вот эта жидность, она присутствует в игре. Так. Тем временем мы забрались на самый верх. Видим, что с нашим самолетом у нас совсем беда. Восстановить у нас не получится. Нашли с вами нашу парку Маккенди. Шикарно. То есть нам сейчас еще намного теплее. Так. Футляры. Нашли вот этот сундучок. Может откроет. Посмотрим, что там все-таки внутри находится. А, тут пароличек стоит. Не так-то просто нам будет его открыть. Так же здесь и рюкзак. Ее лежит. Но я не вижу нигде сигнального пистолета, который мы брали с вами. Возможно, Астрид его забрала с собой. Чтобы подать нам сигнал. А может она думает, что мы умерли, когда упали. И как бы он тоже думает, что Астрид умерла. Блин, вот тут, короче, замануха такая непонятная, что происходит вообще. И кто жив, кто мертв. То есть надо с этим... Оп, факел нашли. Шикарно. Так, нужно понять вообще, что у нас... Ага. Тряпочка у нас на дерево. Значит, все-таки Астрид жива. И она двигалась вот в этом направлении, куда мы сейчас и двигаемся. Я думаю, я думаю, что мы должны ее найти. Потому что она как бы опытный доктор. Была в таких ситуациях не раз. Я думаю, она все-таки выжила. Просто ушла в каком-то направлении непонятном нам. И нам сейчас нужно ее найти. Так, нам предлагали, кстати, взять камушек, оглушить зайца, разделать его, ну и... Было бы какая-никакая еда. Нашли мы здесь костер, палочку и труд. Значит, здесь была Астрид. И, возможно, она здесь и переночевала. Так-так-так. Значит, идем все ниже по склону. Понятное дело, что... Он там что, волчара, что ли? Что-то жрет, наверное, да? Да, точняк, точно. Бойти. У нас есть, естественно, вот такая штука, которая зажигается. И все у нас прекрасно. И волк от нас отстанет. Но, чтобы не использовать ее, зря. Хотя он занят едой. И, думаю, никаких проблем у нас не должно было быть с ним. Мы просто обошли и движемся уже в своем направлении. Так, что у нас тут еще интересненького? Ага. Радиовышка? Либо это не радиовышка. Короче, какая-то металлическая конструкция. Ну, это ясно, что это вышка. Возможно, телефонная вышка или еще какая. Не важно. Главное, она здесь есть. И нам нужно двигаться уже в направлении этой вышки. Также по пути будем собирать все, что видим. Ну, я имею в виду то, что нам нужно будет. Камни особо нас не спасут от волка. От медведя таки подавно. От медведя, кстати, даже и зажигательный этот пистолет. Он не каждый раз спасает. Как показала практика. Ну, а мы уже увидели, значит, знак. Где указывать даже направление, куда нам нужно идти. Тем самым мы уже подходим к нашей вышке. Да, это радиовышка. И, видимо, там, короче, чел какой-то сидит. Слушайте. Навряд ли он тут живой. Да, замерз. Он у нас замерз. Обыщем его. Может, что-то есть. Обезболивающее. Шикарно. Нам как раз нужны медикаменты. Для того, чтобы... Ну, я думаю, чтобы... Когда на нас будут нападать, мы смогли хоть немножко залечить раны. Чтобы мы смогли добраться до укрытия. Так, вижу город. Небольшой. Есть дома. Вижу, кстати, есть домик, в котором у нас горит огонь. То есть, идет из трубы дым. Я думаю, там кто-то есть. По-любому. Потому что, как ни крути, то выживалки у нас людей нет. А тут дым идет. Здесь, наверное, есть персонажи, которые живы, которые вот могут нам чего-то рассказать, наверное. Показать. А может, там вообще астрид в доме. То есть, тут надо... И, кстати, в одном только и в этом доме идет дым с трубы. Заметьте, что в других ничего нет. Так, что у нас тут пристроечка? Кровища. Кровища, чем лежит. Непонятно почему и что здесь вообще произошло. Так, есть топор. Отлично. То есть, мы сможем уже ломать быстрее наши разные веточки, разные сучки и прочее. Так. Обыскиваем с вами нашу вот эту штуку, в которой ничего нет. Заходим в дом. Давайте смотреть, кто же там все-таки находится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Окей, просто смейся. Почему ты здесь? Я видел звук от твоего химния. Утсайдер. Что? Хм. Я думал так. Мейнландер. Утсайдер. Я не познакомился твоего голоса. И ты не остался, как и остальные. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что это. Я взялся в моем море. Я взялся в моем море. Я взялся в моем море. Она может быть уничтожен. Я не видел ее. Вы можете поставить эту штуку? Я взялся в моем море. 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 С 2011 годом. Я взялся в моем море. Я взялся в моем море. Я взялся в твои окнах. They очевидны ли что-то? Вопросы CI. Сейчас raging. Я взял меня. Везди мне извар làm. Везди приехали. и choose к реальному Mi throughputу. They thought they were safe Because Grey Mother can't see They were wrong Who are the bad men? The men they passed through down The night of the storm The night of the light I'm looking for my friend She crashed with me when my plane came down to the mountains Do you think she could have come through And been caught By these bad men? I can't say for sure Is your friend a survivor? I Yes She is Then there is always hope The bad men Did they try to hurt you? Everyone thinks being old Means you're weak But they underestimated Grey Mother It seems they did I crashed without much food or gear myself And if these bad men cleaned you up We're gonna need to find some food and fuel Or neither of us is gonna make it through the next few days You have any idea where we could find some supplies? The bad men took everything And the others in town who would've helped me Are gone The ones left Will have their own worries It's up to you Outsider I'll do what I can But I'll need your help There must be somewhere in town to get food Fuel The essentials What about your friend? Aren't you in a hurry to find her? Yes I am And I'll be looking for signs of her But there's a lot of ground to cover And without gear I won't make it So while I'm looking for supplies You see what you can remember about the night of the lights And if she might have passed through town That way maybe we can help each other Okay Outsider Grandmother can't promise She can unlock the secrets in the dark cupboards of her mind But she'll try Okay Well Any idea how I can get out of this town? I need to find help The old quake closed down most of the roads in and out of town That was years ago Lizard just swept through town After the power went up As for help You won't find any out there You're on your own We both are The town seems so quiet Does anyone still live here? Not many After the earthquakes Less After last night Even fewer Where did everyone go? That I cannot say All I know For most of the night What did you find out of this town? с ружьем значит были здесь какие-то бродяги какие-то злодеи которые взорвались к ней домой но они не думали что у нее есть ствол поэтому возможно один из них находится вот недалеко от дома истекающих в крови короче весь возможно это один из них во вторых у нее забрали всем припасы но но у нас сейчас появилось задание что мы должны пополнить ее холодильник у нас стоит цель 8000 я не знаю калорий это 8000 либо надо 8000 предметов и принести все мы будем узнавать и первая точка которую мы должны с вами посетить это автомобильная заправка по идее по идее заправка обычно находится за городом но здесь у нас два направления то есть мы выходим с дома у нас правой стороны идет мост и с левой стороны у нас также идет мост и я не понимаю куда именно нам нужно будет идти я надеюсь я не ошибусь потому что моя ошибка может стоить мне жизни так логично так подумать логично подумайте так вот какое-то непонятное здание зайдем туда потому что у нас уже начинается риск переохлаждение это нам не нужно мы перестанем быстро бегать и наш персонаж начнет терять жизни это нам не нужно так варежки дыряришки всякие мы собрали на самом деле шмоток у нас много но они надо кстати как-то будет проверить может какие-то у нас шмотки есть получше которую можем одеть так здесь стоят два банкомата я не понимаю вроде бы магазин но на магазин не похоже прилавков нет продуктов нет мусорный ящик надо посмотреть обязательно так то есть есть какая-то витрина здесь вот люди из компьютера стоят очень много это то что получается это блин может касса какая-то который принимали там денежки оплата там за коммунальные услуги может почта похоже на почту кстати но для такого города если под подумать для такого города такая большая почта мне кажется нет то не почта так ладно ящички ящички вот ломик бы нам найти чтобы дверьки открывать но пока нам попадался только топор который тоже может помочь очень сильно в разрубание разных вещей это он делает намного быстрее что железная дверь это чего банк что ли о сейф любимый наш сейф так я помню сначала там в одну сторону потом в другую сторону все просто фильмы все смотрели все знают как взламывать сейф ну и вот я почему-то круг сделал они одно число у меня не выскочила хотя я делал быстро она может не появится хотя блин а чё нет никакого а да я короче наверно не в ту сторону кручу сначала надо крутить против часовой было число что ли одну я что-то так стояба где-то на тридцатке было да вот есть 30 там два наверно деление или как она считается так второе у нас число где 15 так я понял 30 32 и 15 есть два числа осталось третье я думаю с этим у нас проблем не будет ставим цифру нашу на 0 и идем уже так есть второе блин перелеснула перелеснул давай заново блин торопишься когда самое обидное что еще сейф этот взламываю до трачу драгоценное время свою и ваша а там ничего не окажется будет печально бывало и такое но думаю не в этот раз не в этот раз нам должно повезти и вообще хоть что-то должно у нас там оказаться так я уже до 0 до листал почему у нас нету 3 числа блин что-то такое 10 было было 10 при на 5 заново ладно мы хотя бы знаем с вами три числа сейчас быстренько ли ставим до туда и все просто по-быстрому хлоп 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 и открываем я надеюсь там что то есть полезное много много времени потратила то чтобы вскрыть и этот сейф хотя здесь все элементарно осталось мне только вскрыть вот эти большие двери так стопка бумаги и книга воню денежки денежки есть но не здесь бесполезны потому что здесь нет ни одной живой души и это печально это печально так что мы можем здесь еще посмотреть в акте дверь с дверями с этими мы потом разберемся может быть мы найдем способ чтобы их открыть так нашли чай кофеек выпить выпиваем наше кофе и получаем усталость снизилась и теперь я не чувствую усталости понимаете в чем дело то есть все спать то он не хочет наш персонаж так дальнейшее наше действие какие значит побывали мы в банке бабулька то хорошо устроила или напротив банка живет шикарно шикарно так дальше куда нам держать туда бежать тут очень какая-то часовая это здание тоже стоит ну ладно будем смотреть она кстати небольшое что тогда вот это за здание и все там был банк то это что ну магазин витрины а все понял понял почтовое отделение все просто прекратила свое существование после землетрясений буре то есть это в этом городке милтон творилась всякая дичь дороге нас завалены в юга пурга снежное тут стихийное бедствие непонятно короче полный фарш в этом городке творится дома полуразрушенная где-то стоят машины которая за него снегом и навряд ли они уже работают итак мы нашли домик с флагом канады пытаемся открыть опана кстати 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 если это дом управляющего банка значит в его доме должен быть ключ упаку так ладно это нам пригодится на всякий случай так значит в его доме у банкира должен быть ключ вот этого здоровенного сейфа вот осталось только найти и понять где находится ключ нам нужен ключ от дома так так то куда идти сюда идти принтом ничего нет ладно рискну рискну пойду в эту сторону через мост потому что я вижу там есть какое-то здание непонятное и я надеюсь что это то что нам нужно потому что если это не та сторона в которую не нужно было идти не придется возвращаться обратно а температура извините меня у нас падает и персонаж мы уже начинает немножко замерзать так вижу волки да смотрите заправка а зс-косатка блин в машинах короче аккумулятор слушать риск растяжения это все из-за того что у нас перегруз заходим на заправочку смотрим что у нас здесь well another stranger have you escape the town escape the town я и подогнал о дешевле нет я просто приехал нет не выход из улиц-косатка-то, а ты выглядишь с отказаном поездки ладно ладно подождите их под огонь кто ты я не я не но вы можете назвать мне Метусалла я здесь чтоб видеть Продолжение следует... 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 потому что сможем уже и случае чего случае там растяжение либо же травмы перебинтовать и есть обезболивающая которая поможет нам обезболить наши ах нашу боль так а у нас тем самым закончилось действие кофе корм для собак в этой игре пойдет даже и корм для собак все готовы за еду вообще вы не представляете еда это овощи ценнее золото здесь потому что без еды и воды вы просто не сможете прожить ну и в то же время нужно зовут мы уже мы залутались над так что у нас теперь перегруз а нам еще нужно будет идти до дома я кстати думаю там ходил волк я думаю на нас и нападать не будет потому что если мы потеряем весь этот лут мы естественно начнем сначала точнее с последнего сохранения такое небо такое желтое перену закат и да у нас сейчас уже приближается ночь поэтому нам нужно быстрее быстрее дойти до дома поспать затарить холодильник и посмотреть насколько мы его затарили и проспать до утра потому что завтра утром мы уже пойдем смотреть ближайшие дома но если нам не будет хватать ресурсов которых мы принесем придется идти уже вот в эти дома так главное чтобы не выбежал какой-нибудь медведь посреди улицы чтобы нас потом чтобы нам не пришлось убегать от него по закоулкам что кстати может быть в этой игре может быть все что угодно потому что здесь правит рандом в этой игрушке ты можешь идти один раз и никого не будет второй раз ты можешь идти там может быть уже стая волков поэтому непредсказуемое действие приходится иногда делать и о чем я и говорил что каждый шаг в этой игре очень очень важен чтобы он был именно в нужном направлении говорится не сходить с тропы на так пока болтали мы с вами пришли уже к дому давайте будем затаривать наш холодильничек и смотреть сколько же мы насобирали ресурсов понятное дело что как бы 8000 непонятно чего нужно насобирать так кстати дома уже темно где наши светильник который мы он кстати почти заряжен вообще офигенно он за ну точнее он заправленным на керосине там и вообще шикарно он целиком заряжен так ну что давайте смотреть насколько мы сможем затарить наш холодильник кстати в нем 40 килограмм может быть кстати это 8 килограмм нужно может быть 8 килограмм давайте смотреть давайте мы вот так вот так вот и делаем чай весь отдадим так смотрим смотрим 3750 нет это не вес ну что вес холодильнике был совсем другой так полторашечку воды ставим 6400 не хватает совсем чуть-чуть блин все-таки придется завтра утром нам выходить ладно раз придется выходить значит возьмем с холодильника немного поесть опа рыбка нормально так нет принципе если подумал походить полутаться тоже можно в принципе до 8000 добить так ну да ладно возьмем рыбку и стейк у нас вяленое мясо я думаю этого нам будет достаточно завтра утром уже пойдем полутаем другие дома и возможно там найдем более чем полезные штуки чем мы находили сегодня на заправке и вот такая серия у нас с вами друзья сегодня получилось если ждете продолжение игры за лондарк подписывайтесь на канал ставьте большие пальцы вверх а также оставляйте свои комментарии спасибо вам за то что смотрели этот видеоролик от начала и до конца всем удачи и всем пока пока